И всем привет, ребят! С Мистер Вайкейсю записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной команде, нашему киберспорту и турниру Summer Major, который уже закончился. Прошло около суток с окончания этого турнира. Многие, я думаю, что уже результаты его знают. И сегодня мы об этом всем деле поговорим, подведем какие-то определенные итоги. Я выскажу свое мнение по этому поводу. Ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, связанные с киберспортивной тематикой, то обязательно поддержите данный видос лайком, дабы у нас, возможно, почаще подобного рода видосы появлялись. Также, конечно же, не забывайте подписываться на этот канал, ну и не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тактим П, а дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Как вы знаете, а может быть не знаете, Summer Major у нас закончился и закончился для моей команды. Не самым лучшим образом мы заняли второе место, но сказать, что это полностью провальный результат я точно не могу. Ну, понятное дело, что это супер досаднейшее и обиднейшее поражение, так как команда целиком и полностью заслуживает победы в этом турнире. Ну, так вот получилось, что вчера мы проиграли, команда Diamonds была сильнее и по итогу мы заняли второе место. Сегодня чуть побольше поговорю о команде, так как у нас по сути нету вообще никакого абсолютно контента, связанного с киберспортом. Если раньше я записывал и игры, матчи, да, и контента около команды было больше, то сейчас по этому поводу вообще информации супермало и я никак особо сильно это все дело не афишировал. Поэтому сегодня чуть больше пройдемся по команде. Скажу, что это лучший состав, в котором я играл в рамках нового формата 100%. В рамках самодачи и вовлеченности в это все дело это было супер безумно, да, так как тот объем работы, который проделала эта команда, это просто безумно, безумно много упорных тренировок и, как я уже сказал, 100% исходя из всего этого команда заслуживает чемпионство, но, как говорится, иногда есть и другие факторы, которые влияют на исход встреч, да. Я, честно, очень сильно приятно удивлен каждым игроком своей команды, да, и тот состав, и та идея, и все, что у нас получилось, это было очень-очень круто, да. Я уже, в принципе, вчера в телеге высказал все, что я думаю, исходя из, ну, тех эмоций, которые у меня были после игры, да. И я скажу, что каждый из этих игроков супер-супер достоин был чемпионством, да. Но, к сожалению, бывают и такие обиднейшие, конечно, поражения. Удалось сделать невозможное, да, и в очередной раз я убедился в том, что всегда есть возможность найти общий язык с определенными игроками, которые изначально позиционируют себя совсем с другой стороны, да, и являются, например, самыми токсичными игроками в нашей игре, да. И даже их можно менять, и даже из них можно сделать лучших игроков, да, не только по именно скиллу, но и по командным составляющим, да. Потому что скилл у игроков, как правило, сильных всегда имеется. А вот именно с другими параметрами бывают определенные проблемы. Если вы поняли, о ком идет речь, речь идет, конечно же, о Холлимене, о человеке, который вложил, как и вся команда, огромнейший импакт, да. И если бы мы выиграли этот турнир, я бы 100% сказал бы, что это лучший игрок этого турнира. Потому что то, что он делал, это было супер безумно, да, и такого Холлимена я, честно говоря, еще не видел, да, с точки зрения именно подхода, с точки зрения максимальной адекватности, да, и, ну, того, каким он себя проявил в рамках нашей команды, да. Поэтому он меня лично приятно удивил. Ребята, что Вася Афродизиак, что Глеб Парламент, что Ленчик Пончик, да, что Мазан, что Браво, все они безумно, безумно большие красавчики, да, молодцы. И та увлеченность, тот интерес, то рвение меня лично в моменте даже немножко поразило, да. То, как ребята реально горели и хотели выиграть, кто-то горел еще даже больше. И бывало это приводило к определенным каким-то конфликтам, нервным срывам, да, и тот же Леня иногда немножко офигевал от того, как такое может быть. И говорил, пацаны, расчильтесь, но я лично тоже бывало где-то чутка перебарщивал, да, но все это дело было связано с тем, что у нас была одна определенная цель. И цель была именно выиграть этот турнир, а не занять там условно там какой-нибудь там топ-3, либо там занять второе место или что-то в этом духе. Но исходя из тех результатов, которые вы видите, у нас 4 серебряных кубка, 4 вторых места в рамках всего летнего турнира, да, в рамках Summer Major, ранкингов первых всех трех и в рамках мажора. Везде мы остались в одной ступеньке от победы. И это, наверное, самое обидное и досадное, когда все происходит именно так, но это хороший, минимальный результат так точно, да. Это не позорные 5 и 8 места, которые у меня были, например, на предыдущем, на предыдущем мажоре, да, и реально те чувства, которые я испытывал, занимая 5 и 8 место, это было максимально печально и грустно, да. Но выигрывать, конечно, еще приятнее, да. Я для себя понял то, что на сегодняшний день я хочу отдать больше времени в развитие контента, да, и не знаю пока что, да, чем у нас закончится вся история. Я лично хотел бы очень сильно, чтобы эта вся команда в таком составе и оставалась дальше, потому что та синергия, то внутреннее, да, состояние команды, тот очаг, который есть, он супер, супер жесткий. Жесткий, реально жесткий, у меня другого слова нету, потому что реально, ну, мотивация зашкаливает, прям зашкаливает. Даже у тех игроков, у которых, казалось бы, уже все было, да, она все равно была безумная. С точки зрения моей самой, да, я бы лично хотел бы стать больше, ну, что-то вроде, как в других играх есть SEO, да, то есть тренером там и, как бы, типа, типа главой, но не тем игроком, который будет именно на карте. Я хотел бы стать тем, кем я был практически на протяжении всего вчерашнего гранд-финала, да, были там моменты, на которые карты я там заходил, но, по сути, этот турнир показал мне тот самый факт, что уже мое время прошло, да. Это как бы грустно не звучало, но, знаете, есть очень хорошая фраза, тебе молодые подскажут, когда пора уходить, да, что-то в этом духе. И в рамках этого турнира мне точно это, как минимум, один человек показал, сказал, я лично сам это все дело увидел и целиком и полностью эту позицию признаю, да. Даже эмоции от побед стали какими-то другими, я уверен, конечно, что если бы вчера бы вся эта история закончилась на победе, то все те же самые мега позитивные эмоции были, но после каких-то промежуточных побед, если раньше у меня была прям безумнейшая искра и ради тех эмоций я реально играл в это все дело, то потихоньку этого я уже, честно говоря, не испытываю, да. Возможно, это как-то с возрастом идет, либо я просто уже устал, приелся к этому всему делу, да, но как есть, так есть, да. Хотелось бы сделать акцент больше на контент, я не знаю, получится ли у нас сохранить все это дело, да, как я и хотел бы, да, и оставить все в том ключе, которым есть сейчас и, возможно, даже начать делать контент по команде, возможно, даже снимать официальные матчи команды, да, и делать какой-то медиапроект, да, можно так сказать, вокруг команды, не знаю. Мне бы лично это очень сильно хотелось бы, но получится это реализовать или нет, потому что раньше были игроки, которые были против, например, всего этого дела, да, поэтому не знаю, какая будет позиция сейчас и к чему это все дело приведет, но те эмоции и то, что получилось сделать в рамках этого мажора, достойно очень-очень больших похвал от меня лично для всей команды и всем тем ребятам, которые поддерживали нас на протяжении всего этого турнира. Я лично слышал безумно большое количество позитивных комментариев от людей и был реально, ну, приятно, возможно, удивлен даже, да. Пока что одна единственная команда остается непобежденной уже на протяжении супердлительного периода времени. Это команда Diamonds и у этой команды на своем пути есть только лишь одно поражение. И это поражение от как раз-таки, можно сказать, нашей команды, да, команды Team Pointers, не помню, правда, когда это все дело было. Это было в рамках Summer Major, да, наверное, это здесь где-то должно быть, да, вот оно, то самое, одно-единственное поражение команды Diamonds. Ну и, наверное, вчера в этом гранд-финале и в рамках этого мажора мы были единственной командой, которая могла, ну, настолько плотно побороться с командой Diamonds. В моем понимании, да, может быть, там у кого-то другое мнение, но я лично для себя понимаю точно, что это было супер-супер близко. Поэтому как-то так, друзья, наверное, я не сказал всего того, чего я хотел, да, потому что по ходу видоса, как всегда, вылетают всякие интересные мысли из головы, да, мог бы добавить больше что-либо по игрокам, но не хочется супер-сильно затягивать, да, все мысли, которые у меня были, по крайней мере, по ходу этого видоса я их все изложил. Пишите, что вы думаете по этому поводу, возможно, у вас есть какие-то мысли, какие-то интересные советы, но, по сути, мы заканчиваем этот турнир и этот, можно так сказать, период на такой ноте, да, я, как уже сказал, наверное, я подвожу ту самую черту, когда прекращаю играть турниры, да, и акцентировать на этом супер большое внимание, дальше будет уже видно, останусь ли я в команде, не останусь я в команде, да, посчитают ли ребята нужным все это дело, да, и будет ли они в этом заинтересованы, чтобы у них был, ну, определенный такой водоносик в команде. Ну, а все остальное, я более чем уверен, у этих ребят еще впереди, да, и я уверен, что большие победы обязательно, обязательно придут. Спасибо вам, что посмотрели этот видос, спасибо всем, кто поддерживает и поддерживал нашу команду. Есть время подумать, есть время поразмыслить, возможно, у вас есть какие-то определенные тоже мысли, которые вы хотите высказать в комментариях к этому видосу, ну, и также, конечно же, не забывайте поддерживать данный видос лайком, если он вам понравился, подписываться на этот канал. Ну, а у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!